Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодня меню морепродукты. Три салата. Посмотрите, может быть один, два, а то и три вас заинтересуют и следующее застолье и взрядно удивит ваших гостей. Это будут салаты из морепродуктов, вернее с морепродуктами. И сейчас я постараюсь отобрать что-нибудь, что нам понадобится. Это, кстати, рыбный развал из сетевого магазина Меркадона. В Дашей Круге раскидывается не на магазине пяти сетей, но вот именно в Меркадоне выбор лучше всего. Выбор рыбы и морепродуктов. А вот за мясом надо отправляться в коррекюр. Я вам говорил уже, по-моему, да? Hola! Buenas! Gambas rojas, por favor. Maso menos. Seis. Seis. Muy bien. Y calamaras. Estos. Trés bastante. Muy bien. Nada más gracias, todo por hoy. Ну и для третьего салата нужна треска. Можно взять, конечно, свежую, но мне больше по вкусу вот такая. Соленая. Это достаточно стандартный способ. Заготавливания трески. Ее вылавливают из моря, тут же филируют, засыпают огромнейшим количеством соли и ждут. Соль вытягивают из рыбовую воду, она уплотняется, после чего меняют соль и в таком виде сохраняют. После чего она... Пройдите сюда. После чего она хранится вот в таком виде. Видите, просто кусок. Ее можно промять. Это очень густо просоленная рыба. И хранится она в таком виде очень долго. А когда возникает желание поесть рыбки, ее вытаскивают из соли, опускают в холодную воду на 24, 36, иногда 48 часов и вымачивают. Меняет воду примерно каждые 6 часов. Вот эта треска как раз и приготовлена таким способом. То есть ее засолили, после чего здесь в магазине уже вымачили и продают. Видите, написано «Бакалау аль пунте доль соль», то есть немного соли. Такой вот способ. Треска, конечно, получается не такая, как свежая. У нее более плотная плоть. Плоть плотная, да? Каламбур получился. Да. Ну так вот, не лишена своей приятности. У нее такой просоленной трески гораздо более плотная и не норовит развалиться, как свежая при обжарке. Ну и по вкусу у нее есть, конечно, свои более предпочтительные способы, свои рецепты готовки, в которых она заиграет всеми красками. Впрочем, я заболтался. Поехали уже домой. И приступим к готовке. В смысле дома. Для первого салата нам понадобится картошка в мундире. И чтобы не терять ваше время, я ее заранее отварил и даже уже остудил. Второй основной ингредиент – отваренная треска. Включаю нагрев под кастрюлей. Солить ничего не собираюсь. Треска, напомню, у меня просолена. И несмотря на то, что она вымочена, соли внутри все еще более чем достаточно. И пока треска отваривается, нарежу овощи. Лук лепестками. В салате он должен хоть немного держать форму, а лепестки в этом отношении лучше всего. Нарежете соломкой, потеряет форму при обжарке. И никакого вида не будет. Нарежете кубиком, все расползется в кашу. И про презентабельность блюда можно забыть. Теперь сладкий перец. У меня вот такой. Не знаю, как на самом деле этот сорт называется. Но здесь он продается под номинованием итальяна. Он не такой сладкий, как крупный болгарский. Но зато имеет свой характерный, очень интересный аромат. И, пожалуй, больше остальных напоминает по вкусу тот, который выращивает на огороде моя мама. Кстати, привет, мамуль. Можно уже начинать поджаривать. На оливковом масле. Так. И сразу сюда перец и лук. Огонь делаю посильнее. Мне нужно получить слегка подпаленный снаружи, но все еще похрустывающий внутри лук. Ну и перец такой же консистенции. А вот треска уже сварилась. Можно вытаскивать. Супер. Пусть немного остынет. Про лук не забываем. Ну и про перец тоже. Пока не готов. Пусть дальше обжаривается. А я займусь картошкой. Немного магии кино. Как у меня заведено. Ее надо нарезать все такими шайбами. Толщину выбирайте на свой вкус. Мне нравится вот такая. А теперь рыба. Смотрите, как треска на пластинке расслаивается. Очень классно. Мне надо оставить несколько пластинок для украшения. А вот остальную часть забросить к луку и перцу. И перемешать. Буквально еще 1-2 минуты. И можно выключать. Значит, самое время заняться заправкой. А заправка для всех трех салатов будет одинаковой. Соус винегрет. Ну, правда, без горчицы. Но с зеленым базиликом. Сразу чуть-чуть соли и перца. И расцветить в кашу. Как свежий базилик пахнет. Просто крышу сносит. Теперь оливковое масло экстра-верджин. Вкусное, ароматное. Оливковый уксус. Можно, кстати, еще и хересный уксус использовать. Тоже будет классно. И перемешать. Все. Заправка готова. Да и рыбная часть тоже готова, я думаю. Да, все отлично. Как раз то, что нужно. Можно собирать салат. Сначала немного заправки на дно. О, теперь картошка. Ну, теперь овощную смесь. И помидорки. Несколько кружочков. Я думаю, вот так хватит. Теперь пластинки трески, которые я так старательно отделил. И отложил заранее. И заправка. Вот так. Ну, немного базилика для украшения. Красота. Надо... Да, надо еще, наверное, зеленого лука для полноты картины. Вот такого салатного. Все. Первый салат готов. С треской и картошкой. Нажористый, вкусный. Такой же нажористый, как и львье, наверное. Переходим ко второму салату. Он тоже будет нажористый. Ну, все, как вы любите. Сначала надо почистить креветок. Голубы сразу выброшу, а вот панцирь из хвостов оставлю. Мне понадобится немного креветочного биска. Ну, то есть, концентрированного креветочного бульона. Я вам уже показывал во всех подробностях. Ищите поиском на канале. Креветочный биск, по-моему. Да, так называется. Но, если биск готовить не только из панцирей, но и из голов, то вкус получается слишком сильный, слишком насыщенный. И вот для сегодняшнего салата это будет перебор, как не думается. Обжариваю панцири на растительном масле до красноты. Вот смотрите. Красные? Красные. Значит, заливаю водой. Отлично. Сейчас бурно покипит. Поварится минут 5-6. И нормально. И вторую кастрюлю тоже поставлю греться для овощей. Вот для этих. Для моркови и цукини. Их надо нарезать кубиком. Довольно крупным. Затем бланшировать в подсоленной воде. Немного. 3-4 минут вполне хватит. А креветочный бульон уже готов. Можно выключать. И для полной экстракции ароматических и вкусовых веществ из панцирии надо его пробить блендером. Минута жужжания. Отлично. Можно процеживать. И вот на этом ароматном бульоне я и собираюсь варить рис. Морковь и цукини между тем уже бланшировались. Так что их тоже на дуршлаг. Не бориться бы. Сегодня кручусь на кухне как однорукий бобер. Смотрите. Креветочный недобиск закипел. Добавляю бенозерный рис. У меня басмати. Я его тут немного. Сразу посолю. О, закипел. Накрываю плотно крышкой. И убавлю огонь до слабого. Через 9-10 минут. Ну, тут время зависит от количества риса, сколько вы варите. Он полностью впитает в себя всю воду. И будет готов. И начинаю обжаривать креветок. Масло оливковое. Побольше. Несколько зубков прямо в шкурке чеснока. Чтобы чеснок не сгорел, но при этом все-таки отдал немного своего аромата в масло. И креветки. Я же вам уже сказал, что заправка для всех трех салатов будет одинаковая. Так вот, соврал. Почти одинаковая. Ко второму салату я в заправку добавлю помидор, нарезанный мелким кубиком. Рис сам по себе довольно нейтральный по вкусу. Креветки, конечно, гораздо ярче. И, кстати, насчет креветок. Чуть-чуть и проморгал бы. Могли сгореть. Все потому, что болтаю много. Так вот, насчет заправки. Рис нейтральный, хоть и со вкусом креветок. Овощи тоже совсем не яркие. Так что помидоры в заправке будут в тему, как не думается. Вы, конечно, можете пофантазировать и добавить в свою заправку что-то еще на свой вкус. Креветки уже готовы. Вот сюда их. А на этом же масле чуть позже буду жарить кальмаров для третьего салата. Парочку отложу для украшения. Остальные нарежу. Размер нарезки примерно такой же, как и овощи я резал. Обожаю креветок. Кстати, для такой-то обработки брать надо, как вы понимаете, сырых. Если возьмете красных, вареных, а затем еще и жарить их будете, то получите совершенно сухие куски белка. То, что у меня красные, не обращайте внимания, это порода такая. Гамбас Рохас. Сырые они. А высушенные креветки в этом салате, как бы это помягче сказать, совсем не то. Пока вот болтал и рис сварился. Смотрите, красота. Пора все смешать. Овощи и креветки. И аккуратно, чтобы овощи не раздавились. Креветки равномерно с рисом перемешались. Все, салат готов. Давайте сервировать. Я, как видите, для этих целей использую кольцо. Все по-взрослому, по-ресторанному. Хотя, конечно, из меня декоратор, как из Карлосона, транспортный вертолет. Теперь заправка с помидорчиками. Какая красота. И креветочки в качестве украшения. Второй салат тоже готов. Можно подавать на стол. И, не теряя времени, приступаю к третьему. Займусь кальмарами. Надо почистить. Тут все просто. Оставаю голову. В голове у него приклеены все внутренности. И вот их надо оторвать. Остается только вот такой венчик-щупалец. Теперь с этой частью. Вот здесь у него такая прозрачная пластиковая пластина. Ядно ему форма капюшона не нравилась. Вот он оплатил хирургам коррекцию фигуры. Все. То же самое проделаю с остальными. Так. Начну обжарку щупалец. Они у меня пойдут для украшения салата. На том же самом масле, где жарились креветки, напоминаю. И пока не жарятся, займусь нарезкой. Для этого салата мне опять понадобятся сладкий перец и лук. Магия кино. Что ваше время не тратить. А щупальца, между тем, обжарились. Их надо отложить пока ненадолго. А вот сюда выложить все это богатство. И пока смесь обжаривается, я нарублю чеснока. Очень мелко. Чеснок в данном случае нужен, чтобы салатную заправку настроить для третьего салата. Вот так, наверное, достаточно. Сюда его. И перемешать. То есть, основа заправки во всех трех случаях одинаковая. И вот добавлением этих небольших деталей я для каждого салата настраиваю ее немного по-другому. Для того, чтобы салат, ну, на мой вкус, заиграл новыми красками. Смесь тоже достаточно обжарилась. Так что можно собирать салат. Сначала листья как следует смешать с заправкой. Вот так. Старательно. Как следует. Чтобы каждый листочек со всех сторон оказался смазан. И помидорки сразу нарежу. Для этого салата я выбрал челли. Они выглядят посимпатичнее, как мне кажется. Вот такой вот быстрый способ нарезки. Можно сервировать третий салат. Листья. Теперь смесь кальмаров и перца. Помидорки. И несколько венчиков для украшения. Отмучился. Третий салат готов. Как вам этот натюрморт? Нравится? Убедите рецепт на вооружение. Так, что касается пробок. Ну, давайте с этого и начну. Так. Сразу листик салата. И кальмар. И кусочек перца. Такую красоту. Я сразу помидорку, наверное, дайся. Вот так. Первый салат. За счет яркого вкуса соуса. Вот этого масляно-бальзамического с перцем. За счет свежести помидорок. За счет свежести салата. И кальмарчика это очень неплохой стартер. То есть вот с него очень классно начинать летнюю трапезу. Я должен еще пыльцу утянуть. Вот эту вот красотень. Как вы заметили, салат я не солил, потому что вся соль находится в соусе. В этом. Что касается кальмара. Кальмар у меня совсем не крупный. И поэтому я сознательно не счищал с него вот эту вот красную шкурку. Она придает особый вкус кальмарам. Если бы кальмары были крупные, или у вас только крупные, ее лучше счищать. Потому что тогда вот этот вот привкус слишком сильный. И зачастую при обжаре не может даже дать неприятные нотки. Классный салат. Это вот смело могу рекомендовать. Перейдем ко второму. Это сюда. Ну, это сюда. Пока я готовил третий салат, здесь рис, конечно, уже подостыл. В принципе, его и холодно можно подавать. Давайте раздербаним эту кучку. Так, чтобы помидорки с соусом не достались. И кусочек кальмара внутри. Блин, кальмара креветки. Вот она. Так. Снимаем пробу. Тоже очень классное сочетание. Рис абсолютно не нейтральный. За счет того, что он варился в биске, он приобрел тоже привкус креветок. И это по степени нажористости, конечно, это не оливье, но тоже уже неплохо. То есть, это не салат-стартер, а салат, который прекрасно пойдет к основному, не очень тяжелому блюду. Я еще утащу, извините. Это классно. Соус с помидорками просто великолепен. Кисленько помидорок, кисленько бальзамика. Ароматы. Это здорово. И овощи в тему. Они немного плотность риса разбавляют, поэтому салат вызывает ощущение какой-либо легкости. Хорошо. Ну и давайте перейдем к тому, который оказался у нас первым. Вот это. Это уже салат, который по своей плотности, насыщенности, по своей нажористости, опять же, ближе к оливье. Так, картошка с этим соусом. Сначала вот, прекрасная. Сразу кусочек трески. Смотрите, ужас какой я. Косточку не снял. Минус мне, как повару. Черт с ней косточкой, плюс мне, как повару. Это классно. Так, и вот теперь вот этих вот перчиков, опять же, с треской, с лучком. Слушайте. Это настолько классный салат, что его в жаркий летний день можно есть как основное блюдо, наверное. Когда очень жарко, и есть не хочется, но вроде что-то есть надо, потому что иначе голова начнет трещать, из-за того, что не поеду вовремя, еще что-нибудь. И вот это, как такое достаточно сытное блюдо, но не такое, от которого отдуваться хочется и идти ложиться спать. Тоже смело могу рекомендовать. Комидорку, позвольте. Комидор с этими вкусами, с хартошечкой, великолепно. Классные салаты. Смело берите на вооружение. Готовьте. Ну, я с вами прощаюсь. Отдельно должен, просто обязан сказать Самуре спасибо за предоставленные ножи. И... нет. За ножи, да. Я бы... у меня ножи были, но за камень мои старые поизносились, а вот камень очень классный у Самуры. Поэтому спасибо, Самуре огромное. Вам спасибо за компанию. Берите салат на вооружение. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.